Джокер Амелька, твой ход Амелька, ты чего такая грустная? Что случилось? Да так, не важно Важно, ты наша подруга и должна нам все рассказывать Да, Амелька, мы тебя поддержим Ле уже недели не приходят Я заметила А ты его приглашала? Конечно, я ему и смс, и звоню А он не отвечает, прикиньте Так и забей на него, тоже мне друг А в школе ты с ним говорила? Мы сейчас в разных группах и не пересыкаемся Даже не знаю, что тебе посоветовать Амелька, настоящий друг не будет так резко пропадать Пусть себе катится Не знаю, мы же с ним общались И все было нормально А я думаю, ты должна с ним поговорить Я же сказала, он даже трубку не берет Сходи к его дому Нет, Амелька даже не думает это делать Джинни, что за глупые советы? Почему глупые? Еще этого не хватало, чтобы девушка унижалась перед парнем Это не унижение, она просто поговорит Унижение еще какое? Нет, да Нет, да Нет, это унижение Нет Джинни, ты меня не слушаешь вообще Это ты меня не слушаешь Марта, ты вообще не умеешь дружить Я как раз и умею Дружить надо с теми, кто этого заслушает Ты эгоистка Девочки, мне надо подумать Я пойду в свою комнату Как я еще с тобой дружу? Скажи спасибо, что с тобой вообще кто-то дружит Что? Как же мне поступить? Конечно, хочется поговорить с Лео Но с другой стороны, Марта права Если Лео не хочет Нет уж Я должна знать правду Если не хочет Лео со мной дружить То пусть скажет мне это в лицо Так, он как раз сейчас должен прийти с тренировки Лео, стой Лео, стой Амелька, мне некогда Я пойду с тобой Мне только минутку поговорить Нет, Амелька, даже не приближайся Ну, Лео, что ты как маленький? Вроде никого Давай быстро говори, что хотела Лео, почему ты не хочешь со мной общаться? А ты сама не знаешь? Нет, поэтому и пришла Про тебя в школе такие слухи ходят Что мне стыдно рядом с тобой стоять Чего? Какие слухи? Все в школе говорят, что ты воровка Воровка? Лео, ты же меня знаешь Я бы ничего не украла Тогда почему вся школа об этом говорит? Дыма без огня не бывает Ну, Лео Там и друг судьба Нельзя, чтобы меня рядом с тобой видели Пока Эй, Амелька, как дела? Только не говори, что ты ходила к Лео Нет, не ходила Ладно, у меня еще куча уроков Я пошла Ладно Что же это за слухи? Кто мог поверить, что я воровка? Бред какой-то Ладно, Амелька, нам пора Увидимся завтра Пока, девочки Я пойду в школу И во всем разберусь Лео, ты пришел? Ты тут одна? Да, девочки ушли только что Я тут подумал Что ты правда не можешь быть воровкой Ты только сейчас это понял? А я это думала, ты мне доверяешь Но если ты не воровка То нужно развеять все слухи Ты прав Но я сейчас не знаю, с чего начать Нужно найти того, кто эти слухи распускает А тебе об этом кто рассказал? Я прочитал это в телеграм-канале Телеграм-канал? Да, кто-то ведет телеграм про тебя И пишет туда всякие сплетни Это сто пудов, хейтеры Скинь мне этот телеграм-канал Готово Меня в этом канале заблочили Даже не могу сплетни про себя прочитать Неудивительно На, может с моего посмотреть Сегодня Амелия ходила к Лео Он не нравится Но он ее футболит О нет Нас кто-то ведет вместе Теперь и мне достанется Кто мог написать такие глупости? Теперь мы точно должны его найти Моя репутация под угрозой Когда я его найду Я ему такое устрою На канале уже полторы тысячи подписчиков И постоянно подписываются новые Нам нужно узнать Кто ведет этот телеграм-канал Срочно Он анонимный Я знаю, но мы должны найти Какие-то способы Мы должны найти сплетника Любой ценой Я такой голодный Лео, мы тут на серьезной теме говорим А тебе лишь бы пожрать Я что, виноват, что проголодался? Ладно, идем Я тебя накормлю, держу Мелька, я так скучал по твоим бутербродам Тебе повезло, что я на тебя не обижаюсь Иначе бы остался Без бутербродов Ты уже придумал, как будешь узнавать админа-канал Есть одна идея Но для этого понадобится Новый аккаунт Фейк? Да, создадим новую страничку И будем писать в комментариях Это хорошая идея Так, аккаунт готов Осталось только фотку добавить На Не поможешь? Мелька, нет Возьми фото из интернета Фотку из интернета легко проверить А сама сфоткаться я не могу Меня узнают Я тебе не помогу Ненавижу одеваться в женские шмотки Ладно, тогда готовься к сплетням Про тебя Нас же видели вдвоем Ты что, забыл? Ладно, только быстро Так, вот так вот отвернись Чтобы волосы прикрывали лицо Ну, красотка Готово! Я назвала тебя Дина Волкова Лишь бы никто не узнал У меня в парике Так они тебе и сказали Мне ответил админ А ты кто такая? Амелька, я знал, что тебя спалит Что ты сразу паникуешь? Меня еще никто не раскрыл А я... Новенькая Из вашей школы Меня зовут Зина Амелька, лучше тебе смириться со сутками Как я с ними смирюсь Если в них даже мой лучший друг поверил Что-то я не видела тебя Из какого-то класса Вот, она уже обо всем и догадалась Зато мы теперь точно знаем То, что это девчонка Я из восьмого Б А если она тоже из восьмого Б Тогда она точно узнает, что ты врешь А вот и ответ Моя информация из надежного источника Сто процентов правда Амелька, поздравляю Ты ничего не узнала Ты ошибаешься Я узнала даже больше, чем хотела Смотри, у админа есть фотка И что? Здесь ничего не понятно Лев, смотри сюда Часть дивана Уцетина Кусок картины Ничего не напоминает Эта фотка сделала вот тут У нас на диване Здесь? Не может быть Похоже, все намного хуже, чем я думала Сплетница, моя подруга Кто-то из девочек Кто одна Так, ну Это точно Никите Потому что она уже не учится в школе Остается Джинни и Марта Это точно кто-то из них Я бы на девочек никогда не подумал Я тоже Но это факт Кто именно? Джинни или Марта? Это нам и предстоит узнать У тебя есть план? Конечно Я напишу им от имени Зины И вотрусь в доверие Это уже целый детектив какой-то Привет, Марта Я новенькая в вашей школе Она сейчас идти должна ответить Ответила Поздравляю И что? Марта, как всегда, хамит Привет, мне сказали, что ты дружишь с блогершей Амелькой Это правда? Да, дружу Пока что Пока что? Что это за ответ такой? Да уж А я думала, что мы с Мартой хорошие подруги Проси, что она имела в виду Почему пока что? Вы что, поссорились? Но вы уже не ссорились? Да, но Зина этого не знает Нет, просто про Америку ходят плохие слухи А я сама новенькая И не хочу быть изгоем Вот же Марта Лев, вообще-то ты поступил точно так же Ой, да ладно тебе Забыли Ты про тот канал в Телеграме? Думаешь, там пишут правду? Правда, я сама убедилась В тех рассказах все детали совпадают Марта пишет очень подозрительно Мне тоже так кажется Слушай, я же даже не читала Что в том канале пишут Сейчас я прочитаю тебе пару историй Сегодня Амелька украла с магазина пакет с продуктами Охрана ничего не заметила Но я все видела Вот какая Амелька Притворяется хорошенькой А на деле настоящая воровка Это вообще неправда Пару дней назад Я забыла заплатить за пакет А за продукты заплатила? Конечно Но я потом вернулась И заплатила еще и за пакет Значит это частично продукт Эта сплетница все перекрутила С ног на голову Нужно Марте написать Амелька с виду добрая Не скажешь, что она воровка Как только узнаю Кто-то сплетница По стенке размаху Тише, не кипятись Ты прям монстр Когда злишься Я тоже думала Если сплетни продолжатся Мы с Америкой больше не подруги Марта говорит так уверенно Мне кажется Это она сплетни пускает Давай по зоне мы все выскажем Тише, Лео Мы еще ничего точно не знаем Все факты против нее Давай еще Джине напишем Посмотрим, что она нам скажет Если честно Я не верю, что Джине На такое способна Почему? Она такая скромная Я и на Марту не могла подумать Но оказывается Это же близкие друзья Предают Ладно, пиши Джине Привет, Джине Меня зовут Сина Привет, ты новенькая? Я слышала ты под ругой Амелькой Карамельки. Это правда? Джинни, как всегда, очень вежливая. Да, не то что Марта. Да, Амелька моя лучшая подруга. Мы с ней постоянно тассуемся. Похоже, Джинни против тебя ничего не имеет. Да, но нужно кое-что узнать. А ты слышала, какие слухи о ней ходят? Да, слышала. Про Амельку много чего говорят. Это просто хейтеры. Так я знала, Джинни здесь точно не при чём. И что, тебе всё равно, что про неё пишут такие гадости? Могут говорить что угодно. Амелька всё равно моя лучшая подруга. Ух, так мило. Лео, не расслабляйся. Может, Джинни вообще нас раскусила и пытается не спалиться? Как думаешь, эти слухи и правдивы? Нет, с Джинни уже всё понятно. Можете правдивы, но меня это не волнует. Какая же Джинни хорошая подруга. Дружит, несмотря ни на что. О, Джинни больше не в сети. Мы так и не выяснили, кто распространяет слухи. Джинни очень добрая, но это ещё ничего не доказывает. Ребят, а вы как думаете? Кто распространяет слухи? Марта или Джинни? Напишите в комментариях. Я думаю, что это Марта. Может, проследим за ней? Не думаю, то что слежка – хорошая идея. Почему? Посмотрим, кто пишет в Телеграме и всё поймём. Чтобы прочитать текст в телефоне, нужно очень близко подойти. У меня вариантов нет. Слушай, и ты-ка подумаешь, как вывести сплетицу на чистую воду? Амелька, походу у тебя ничего не выйдет. У меня появилась супер идея! Это стоп-брот сработает! Рассказывай! Завтра я расскажу девчонкам два разных секрета. Посмотрим, какой секрет окажется в Телеграм-канале. Это должно сработать. Осталось дождаться, пока девчонки придут. А я пока придумаю, что можно рассказать. Доброе утро, Амелька. Ну что, придумала сплетни? Придумала. Сегодня мы точно споймаем эту сплетницу. О, это Марта. Я попросила её прийти пораньше, чтобы Джинни ничего не услышала. Ну, удачи тебе, Амелька. Амелька, привет. Ты сказала, что дело срочное. Срочнее некуда. У меня серьёзная беда. А почему ты ходишь в шапки? Тебе что, холодно? Марта, скажу тебе по секрету. У меня завелись в шею. Фу, ужас какой. Где ты их поцепила? Да, я посыпаюсь. А на кровати лежит огромный жёг. Я была в шоке. Хочешь посмотреть? Не-не-не. Спасибо, только шапку не снимай. Марта, ты сможешь купить мне лекарство в аптеке? Конечно, не вопрос. Только, пожалуйста, никому ни слова. Даже Джинни. Иначе позор мне на всю школу. Я и не собиралась рассказывать. Мне так стыдно. Амелька, не переживай, со всеми такое бывает. Я за рекорд. Ты настоящий друг. Ага, всё, я пошла. Пол дела сделано. Осталось только Джинни дождаться. Марта клюнула. Теперь ждём Джинни. Лео, в чём дело? Амелька, у тебя же в шее. Я не хочу заразить. Глупый. Это я придумала для Марты. Это не правда? Конечно, нет. Сейчас Джинни должна прийти. Привет, Амелька. Как дела? Всё супер. Вот, короче, своей новой косметикой. Класс, дай посмотреть. Ой, ну, что хочешь. Ты вчера была в магазине? Нет, прикинь, я эту косметику на мусорке нашла. На мусорке? Да, я в шоке. Соседка выпросила совсем новую, а я взяла и подобрала. Вот и сухой, да? Да, да, совсем не мерзко. Смотри, какая порядка. Кстати, только никому не говори, а то подумают, что я какая-то бомжика. Не скажу. А вот косметика реально хорошая. Ладно, Амелька, мне пора. Увидимся вечером. Теперь осталось ждать, какая история появится в телеграм-канале. Кстати, там ничего нет. Нет, никаких новых историй с вчера. Ничего, подождём. Равно или поздно появится. Амелька, ты дух? Я купила то, что ты просила. Спасибо, Марта, ты меня спасла. Рада помочь. Да-да-да-да, рада помочь. Какая лицемерная. Фу. Успокойся, мы ещё не доказали, что Марта сплетится. Всё-таки прослежу за ней. Лео, не надо, в этом нет смысла. А вдруг что-то подозрительное увижу? Не могу поверить, что у Амельки вши. Не могу это держать в себе. Нужно записать. Я так и знал. Это точно Марта. Что ты узнал? Я слышала, как она сказала. У Амельки вши, не могу держать это в себе. Да, это очень подозрительно. Подозрительно? Амелька, а какие ещё тебе доказательства нужны? На канале пока никаких постов. Значит, Марта ничего не писала. У тебя перед носом все доказательства, а ты верить не будешь. Если я буду обвинять подругу, то я должна быть уверена на тысячу процентов. Всё, ещё нет нового поста. Подожди ещё. Что вы там шептаетесь? Не, не, ничего. О, Лео, хорошо, что ты вернулся. Видишь, какая она милая. Ладно, народ, на сегодня всё. Пора уроки делать. А давайте сегодня сделаем уроки у меня в комнате. Ну, давайте. Пойдите, а мне надо ещё руки помыть. Лео, у тебя есть учебник? Я просто свою в школе оставила. Да, сейчас принесу. Лео, это ты. Да, я за учебником. Ага, я тоже скоро подойду. Я вот не могу понять. В этом примере будет 45 или 43? Будет 2. Сейчас посчитаю. А вот и я, я хотела учиться. Вы примерно решёте? Будет 43. 43, так и знала. Амелька, можно тебя на секунду? Вот, смотри, как только Марта взяла телефон, появился новый пост. Так, у Амельки появились ши. Она вообще не моется и воняет, как вкус. Марта, это всё, на! Марта, а я тебе говорил, надо было Лео слушать. Нам нужно срочно поговорить с ней. Марта! Чего звали? Что вы на меня так смотрите? Что я уже сделала? Марта, не прикидывайся дурочкой. Чего? Мы знаем, что это ты делаешь. Что я делаю, вы можете нормально объяснить? Мы знаем, что ты распускаешь про меня слухи. Чего? Вы думаете, что это я пишу? Мы совсем куклы. Ой, Марта, давай без этих твоих отмазок. У нас есть доказательства. Интересно, какие? Смотри, тут написано, что у меня пуши. А я это только тебе рассказывала. Я никому не говорила. Этого никто не знал, кроме тебя. И вообще, это было неправда. Не знаю, кто это написал, но точно не я. Да-да-да, не отмажешь. Смешно услышать. Всё, Марта, нашей дружбе конец. Вы совсем ненормальные. Вали из моего дома, бить тебя не хочу. Вот и свалю, я с психами не дружу. Дайте хотя бы сумку забрать. Я тебе потом пришлю по почте. И курточку. Мы подумаем. Я такая злая. Я Марте доверяла. Пригласила на канал. А я тебе говорю, не всем можно доверять. И что теперь делать? Собрать монатки Марты, чтобы и духу её тут не было. Пойду за рисункой. А вот и она. Есть ли ещё её вещи? Амелька, у нас проблема. Тут ещё один пост. Так. Сегодня я видела, как Амелька роется в мусорке. Она нашла там косметику и забрала себе. Вот как сейчас живут блогеры. А это я рассказала только Джинни. Ничего не понимаю. Амелька, а что это у тебя такое? Это сумка Марты. А это? Это её видимо галкнул. А может даже дневник. Может сделаем канал и про её тайну. Амелька, я уже видео-то дневную. Лео, это ты. Амелька, это не Марта, сплетница. Я уже ничего не понимаю. Это Джинни. Я видела, как она читала дневник Марты. А Марта здесь записывает все секреты про меня, про тебя, про неё. Про всех. Да, так что мы выгнали не того. О, а вот и вы. Чего так долго? И где Марта? Всё, Джинни, игры закончились. Ты о чём? Джинни, мы знаем, что ты пишешь про меня гадости в интернете. Блин, как вы догадались? Мы провели целую операцию, чтобы тебя вычислить. Ну вычислили Марту. Прости, Амелька, просто всё так закрутилось. Закрутилось? Зачем ты это сделала? Просто ты такая популярная и у тебя много друзей. И что? Я думала, если я буду писать про Амельку гадости, то она будет дружить только со мной. Капец, я была тебе лучшего мнения. Ты ещё и дневник Марты читала. Теперь мне стыдно. Не знаю, что она меня нашла. Получается, нам придётся извиниться перед Мартой. Да, позвони ей. Не берёт трубку. Она прислала смс мне. Больше мне не звоните, на канал не вернусь. Чао. Только не это! Марта так нравилась нашим зрителям! Пусть тогда зрители нам помогут. Давайте покажем, как мы любим Марту. Ставьте лайки и напишите в комментариях, чтобы она вернулась. Может, хоть вас она послушает? Амелька, Лео, извините меня, я больше так не буду. Мы просим тебя, только если Марта вернётся. Эй, ребята, а вы не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok